Просто зараз долучаемо до эфиру российского оппозиционера и политолога Абас Галямов. Майя Бутыземной на звязку. Я вас витаю. Пана Абаса. Здравствуйте. Здравствуйте, я вам говорю. Ну и вот я уже успела показать первые там кадры общения Путина с Си Цзиньпином. Во-первых, все-таки была надежда на то, что Си Цзиньпин в последний момент может передумать. Погода нелетная, состояние здоровья не то. Вот что-нибудь, чтобы не ехать к тому, кто получил черную метку. Но, говорят, отменить в последний момент было уже нельзя. Или не хотел? Нет, ну смотрите, черная метка это всего лишь один из факторов. Это не единственный фактор и даже не главный. Поэтому, мне кажется, никто из серьезных экспертов не предполагал, что визит вдруг будет отменен. Но не может себе позволить глава Китая быть манипулируемым настолько, чтобы менять свою повестку, менять свою дипломатическую стратегию в зависимости от текущей конъюнктуры. Но ведь с точки зрения Китая, который, как известно, не подписался под римским статутом. Международный уголовный суд, если не совсем неизвестно кто, то, во всяком случае, это не высшая инстанция. Это, так сказать, не Господь-Бог. Поэтому, ну да, какая-то международная организация что-то там решила. Китай не согласен, но он свою точку зрения озвучил сегодня утром. Вот, поэтому расчета не было на это. Просто понятно, что содержание своей стратегии относительно Путина, относительно России, да, претерпело в связи с этим событием какие-то коррективы. То есть, Сейдзин Пирь учел, что Путин ослабел. То есть, вот, на конец прошлой недели, когда он планировал свою стратегию переговорную, по сравнению с тем, что он сегодня привел, да, произошли изменения, да, появился новый фактор, Путин стал более слабым. Он стал еще более зависимым от Китая, от Сейдзин Пиня замечательно. В общем-то, некоторым образом для Сейдзин Пиня это, в общем, подарок. Путин еще более покладистым будет. А как сильно могла измениться эта переговорная позиция? То есть, вот, что он мог планировать на прошлой неделе, и что в итоге привез на Россию? То есть, что он мог предложить тогда, и на чем остановился сейчас? Я понимаю, что это чисто теоретически, но тем не менее. Смотрите, давайте, вот мы сможем о том это порассуждать, если определим сначала, в чем заключается главная цель Сейдзин Пиня. Она заключается, с моей точки зрения, в том, чтобы не дать Путину проиграть войну и рухнуть. Интересом Сейдзин Пиня отвечает затянувшаяся война, но при этом он не заинтересован в том, чтобы оказаться, вот знаете, однозначно на стороне Путина, таким вот союзником Путина, придатком Путина, что называется. Зачем ему навлекать на себя гнев международного сообщества и так далее? Ему нужно, чтобы мировое сообщество обращалось к нему, чтобы американцы к нему приходили и говорили, слушай, мы не можем повлиять на Путина, хоть ты повлияешь. То есть, он хочет быть нужен миру. И в этом смысле, чем дольше это будет продолжаться, тем год, два, три, четыре. Знаете, как говорят, у самурая нет цели, есть только путь. Вот в данном случае это про Сейдзин Пиня. Он, конечно, тот еще самурай, но в данном случае это про него. Значит, ему надо не допустить, чтобы Путин рухнул и проиграл войну, потому что в этой ситуации, конечно, у него могут быть проблемы, окрыленные победой демократии, тем более, если в России после поражения, а это вероятно, победит, значит, демократия, то для Сейдзин Пиня, ну, очень тяжелые времена могут настать. Окрыленные победой демократии, вот эта коалиция в поддержку Украины, которую сколотили американцы, она повернется в сторону Китая, вполне возможно, да, и скажет, а что там у вас с правами человека-то? И все, и он главный злодей. А пока главный злодей. Путин и всем не до Сейдзин Пиняна. Соответственно, ему нужно, с одной стороны, чтобы все это продолжалось, с другой стороны, чтобы он был теми в игре, чтобы мир в нем нуждался. И поэтому он будет вести переговор, он будет долго-долго туда-сюда вот передавать, согласовывать позиции сторон. Пока они очень сильно для него, слава богу, для него, так сказать, да, они, ну, совершенно, так сказать, взаимоисключающими являются. То есть Путин говорит, отдайте мне хотя бы те территории, которые я завоевал. Значит, украинцы говорят, челночные дипломатии. Ну, то есть не обязательно физически летать сам, конечно, нет. Да, будут посредники там, люди, которых он выделит, будут этим заниматься. Но, тем не менее, вот он, через него все будет проходить. Украинцы будут согласовывать, значит, свою позицию с Китаем. Россия будет согласовывать свою позицию с Китаем. Китай вот в центре процесса, все ждут, когда вот Си Цзиньпинь урегулирует отношения, значит, воюющих сторон. Вот он в центре повестки, он в центре влияния, замечательно. Да, поэтому пока, я думаю, он вообще ничего особенно там предлагать не будет. Вы же видели его первое вот это вот предложение, да, надо же просто набор пустых фраз, пустых банальностей. Он просто будет выслушивать каждую сторону, кивать головой, передавать пожелания этой стороны и той стороне, и подмигивать при этом каждому, значит, Зеленскому будет подмигивать со словами. Я, конечно, с тобой согласен, конечно, ты прав. Ну, ты же видишь, Путин, как-то надо вот все-таки как-то вот какой-то общей точки соприкосновения найти. Ты давай подумай, потом на недельке позвоним мне. Примерно то же самое будет говорить Путину. Я всецело на твоей стороне, нет, ты для меня как брат, ты же знаешь русских китайцами, братья наверх. Но Зеленский уперся, его американцы поддерживают, он ни в какую. Так что давай вместе подумаем, что может деньги как-нибудь там уступить, там договориться. Ну вот и вот процесс, вот что ему нужно, понимаете? То есть он будет максимально находиться именно в таком переговорном процессе, но не предпринимать попыток что-либо изменить? Нет, сильно нет, не будет. Ну, то есть если он почувствует, что куда-то это идет в сторону реального сближения позиций и мир возможен, ну, там он посмотрит. Если можно будет тихонечку помешать, он помешает. Если им помешать нельзя, ну, как говорят, знаете, не можешь остановить процесс, возглавь его, да, чтобы опять же все благодарны ему были, чтобы весь мир понимал, что без Си Цзиньпиня мир на планете нельзя остановить. Ну, то есть если нельзя остановить, тогда попытается, да, сделать это так с своим авторским проектом. Но, в принципе, это не его война, не китайцы там не гибнут. Экономические сложности, связанные с войной, там, в общем, мировые какие-то есть. Значит, наверное, и на Китае они скажут, тут экономисты лучше меня скажут. Но это не самое страшное. То есть не то, чтобы до этого экономических сложностей у него не было. А сейчас еще вся, когда Россия впадает в полную зависимость от Китая, он свое возьмет там и нефть с дисконтом, и еще чего-нибудь там в смысле природных ресурсов. Ну, в России есть чем поживиться, в общем-то. Поэтому я думаю, что он не будет, знаете, что называется, там, поперек батьки в пекло лезть и прям реально стараться, там, напрягаться, работать, пахать, там, выпучив глаза, чтобы вот лишь бы побыстрее прекратить войну. Не думаю. Мы тут варианты рассматриваем чисто теоретически. Насколько это возможно, если, например, ну, мы знаем, да, что у Си Цзиньпина будет еще разговор, или был разговор, или будет разговор с президентом Джо Байденом. Ну, и, собственно, он сказал о том, что хочет после этого визита позвонить еще президенту Зеленскому и там уже с ним поговорить. Насколько возможен вариант того, что, например, Байден ему говорит, слушайте, давайте так, когда Россия распадется, вы забираете свои исконно китайские территории и, например, ядерное оружие, которое хранилось на территории России. Вы теперь забираете себе, вы теперь ядерный статус, и вы теперь отвечаете за это оружие сами. Да нет, ну, это сценарий маргинальный, понимаете, там распада России, дележа ее территорий, поэтому не будет Байден этим заниматься. То есть теоретически, когда там сидят аналитики в Госдепе, в ЦРУ и просчитывают самые разные сценарии, в том числе и такие крайне маловероятные, ну, просто положено там все расписать, все варианты, даже теоретически чисто, которые могут быть. Но они, наверное, и такой вариант заложат, и, наверное, когда прогнозируют свои действия, что должна делать американская администрация в случае движения в направлении вот этого сценария, он там будет идти с 105 номером. Значит, ну, тогда, может быть, предложить китайцам поделить территорию России, отдать им Сибирь. Ну, где-то там, я говорю, в черновиках это может быть. Но чтобы вот от этого перейти к реальному делу, чтобы начать реально, значит, делить территорию чужого государства в 21 веке для демократической страны, ну, нет, это аналитики. Не верю. Ну, и сегодня тоже, вот, во-первых, насколько интересно, я просто не знаю, должен был или не должен был, тем не менее, мы видели, как Сидиньпин приехал, Путин его не встретил в аэропорту, вот, как бы должен был, не должен был, и не должен был. Нет, нет, первые лица, они никого никогда не встречают, насколько я понимаю. Ну, извините, Лукашенко всегда приезжает Путина встречать. Ну, там другие отношения, там уже воспал подчиненный. Вот. Ну, насколько я российский протокол знаю, Путин никогда никого нигде не встречает, всегда встречает вице-премьер, который возглавляет межправительственную комиссию. Вот, если с каждым государством есть межправкомиссия, так называемая межправит review, вот, в случае с Китаем российская, китайская межправительственная комиссия. Возглавляют её, там два сопредседателя, один с китайской стороны, один с российской. Повторюсь, с каждой страной есть такая. Вот, когда приезжает глава государства, то вот именно сопредседатель с российской стороны этой межправкомиссии, он едет в аэропорт, и он встречает эту его задачу. В случае с Китаем это Чернишенко. Ведь с премьера Чернышенко он и приехал. Так что все по протоколу. Ну и что касается, опять-таки, мирного плана, сказал Путин о том, что мы видели, мы слышали, мы знаем, что там происходит. В общем, есть что обговорить, сказал. Это обычная дипломатическая фраза или действительно что-то имелось под ней? Ну нет, реально есть что обговорить. То есть реально это главное, что они будут обговаривать. То есть вокруг этой войны крутится сейчас вся мировая политика и точно вся российская политика. То есть понятно, что у Си Цзиньпиня свои интересы. Например, нефть купить подешевле, побольше. Например, лес отжать какой-нибудь. Еще в какие-нибудь проекты зайти, стать владельцами каких-нибудь портов, заводов, компаний. Ну, то есть заполучить собственность на территории России, земли купить. Куча проектов бизнесовых. Но они тоже все крутятся вокруг того, что Россия оплабела в результате войны. И, соответственно, можно себе позволить ее сейчас нагнуть и заполучить то, что в противном случае заполучить бы не удалось. То есть в любом случае все вокруг войны. Про нагнуть и про зерновую сделку. МИД России сегодня обнародовал список российских требований для продления зернового соглашения после 18 мая. Среди них, значит, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование активов и счетов российских сельхозкомпаний, разблокировка поставок сельхозтехники и оборудования, отмена ограничений на страхование и доступ к портам и восстановление работы аммиакопровода от Альятти-Одесса. Насколько сейчас Россия в тех условиях, чтобы диктовать условия зерновой сделки? Мне кажется, что, в принципе, не в томом положении, чтобы диктовать. Но на всякий случай оговорюсь, что я не являюсь специалистом в этом вопросе, о котором вы меня спрашиваете. Я специализируюсь на российском внутриполитическом процессе. Поэтому моя ценность такова, но я могу ошибаться голову на отсеке. Но мы видели, как Россия в свое время вышла с зерновой сделки и через сутки вернулась в зерновую сделку, сказала, а вы не очень-то заметили, что мы ушли, но тогда мы возвращаемся. Это же тоже был какой-то... Ну, я понимаю, что это, с одной стороны, экономический ход, но, с другой стороны, это был и политический ход. Они думали о том, что если они уйдут, сейчас все развалится и ничего не будет работать? Ну, Путин просто забылся. Он привык всегда действовать жестко, в лоб, чтобы все вокруг церепитали. То есть в любой сложной ситуации, нажимая на педаль газа, идут вперед в надежде, что все остальные испугаются и отвернут. И он на секунду забыл, он принял это решение о выходе из зателки, и на секунду забыл, что на противоположном конце такой же «Ардоган». А Путин уже знает это, уже был конфликт со сбитым самолетом, когда Путину пришлось отворачивать. Это же не интеллигентные цивильные европейские лидеры, которые, выпучив глаза, в конфликты не лезут. Не их скид. И в европейской политике это уже не принято. А «Ардоган-то что? Он легко. И до Путина тут дошло, что он не на того наехал. Пришлось отыгрывать». Быстренько сворачивать назад. Что касается визита Путина в Крым и в Мариуполе. Ну, во-первых, как-то очень странный визит сам в Крым. Мне кажется, девятая годовщина, аннексия Крыма. Он приехал в какую-то школу и уехал из этой школы. Визит в Мариуполь, как по мне, был вообще очень странным. Приехать среди ночи, быстренько посмотреть какие-то квартиры и уехать. То есть это было сделано исключительно для внутренней аудитории и получения политических баллов? Потому что сейчас те, кто 8 лет кого бомбили, рассказывают о том, что... А почему, собственно, не к нам? Значит, надо понимать контекст. Вот эти обе поездки, они были связаны с крайне невыгодным контекстом, который стал складываться в результате решения Международного уголовного суда. То есть в такой ситуации, когда враг наносит такой мощный удар, политик не может себе позволить исчезать из инфорпространства. Ну, Путина, судя по всему, там был запланирован отдых. Никуда он не собирался. Да, у него там селекторное совещание должно было пройти по вопросу развития Крыма. Ну, то есть он из своего кабинета по компьютеру 10 минут поговорит. Картинка, ну, не впечатляющая. Путин наедине с компьютером. А все остальное вообще, то есть ничего не планировалось. И, соответственно, получилось бы, что международное сообщество нанесло по нему мощный удар, а он затихарился, на дно залег. В бункер спрятался, значит, и не высовывается оттуда. Вот. Но это очень плохо для него было бы. Поэтому нужно срочно понадобилось что-нибудь предпринять, значит, для того, чтобы продемонстрировать, что президент России не испугался, что он по-прежнему активен, что на дно не залег, в бункер не спрятался. Вот и все, понадобилась просто телевизионная картинка. Стали думать, что делать, куда ехать, значит, тут кто-то говорит, слушай, а тут годовщина Крыма, может, в Крым съездить? К тому же у нас все равно совещание планировалось. Ну, давай в Крым, что я иду, давай, давно пора, надо было куда-нибудь туда съездить. Ну, а там заодно, слушай, давай в Мариуполь проедем со мной. Там, наверное, Хуснулин, я думаю, подсветился. Давайте, я там дом построил, значит, красиво. Для чиновника это всегда выигрыш, то есть лично президенту показать, какой он молодец, как он работает, как старается. Ну, это такие хорошие аппаратные очки на этом зарабатываются. Вот. Так это получилось, это абсолютно спонтанная история, поэтому она получилась такая очень коряненькая. То есть там, где какие объекты нашли, более-менее прилично выглядящие. Чтобы не стыдно было по телевизору показать. Ну, вот это быстро-быстро там все организовали за одну ночь буквально. Вот так. А если так попробовать заглянуть наперед, что дальше будет делать? Ну, будет дальше отыгрывать эту роль, что вот смотрите, я не боюсь, и я вот могу и туда полететь, и сюда полететь? Да, будет, конечно, будет. То есть, ну, два императива сталкиваются. С одной стороны, он, конечно, не хочет этим заниматься. Видно, что, ну, просто количество поездок по регионам, количество выходов света настолько радикально упало в последние годы у него, что видно, что он не хочет этим заниматься, в принципе. Да, но с другой стороны, ну, президент должен быть на связи со страной. Да, президент, спрятавшийся в бункере, это... Он производит плохое впечатление на свою аудиторию. И поэтому, ну, у него и так проблемы с легитимностью и падающие рейтинги. И совсем замкнуться, уйти со связи, так сказать, но он не может себе позволить. Да, поэтому вот есть, с одной стороны, объективная потребность. С другой стороны, есть отсутствие желания этим заниматься. Но и в итоге, ну, будет какой-то компромисс. То есть, будет ездить, но не очень часто, время от времени. Спасибо вам.